Но Москву накроет лавина салата. Я не шучу. На Красной площади прямо сейчас готовят самый большой в мире греческий салат. Салат весом в 20 тонн. Нарезают более тысячи человек. Среди них профессиональные повара, звезды, эстрады, кино и просто все желающие. Там сейчас находится и Жанна Карпенко. Жанна, ну вот ты-то помогла нарезать салатик. Да, Регина, привет. Ну что ж, профессиональных поваров. Наверное, здесь предостаточно. С ними я лично не знакома. А вот насчет звезд эстрады только что выступил Родион Газманов, например. Но пока на сцене происходит взвешивание, через несколько минут будет установлен рекорд и зафиксирован в книге рекордов Гиннеса. Здесь присутствуют ее представители этой самой книги. А также представители такой замечательной страны, как Греция, я покажу вам, что осталось на Красной площади, в самом центре столицы, от приготовления этой гигантской площади салата. Вот такие просто горы какие-то мусора. Если вы видите огромное количество мусора, здесь еще недокрошенные в этот салат помидоры, огурцы, куча коробок просто. Сейчас вам опять попробую показать. Вот это все. Ну, надеемся, что это все уберут к вечеру, поскольку к вечеру здесь начнется фестиваль «Спаская башня». Последний, заключительный день, извините, пожалуйста, заключительный день. Так вот, это все обещают прибрать. Что касается рекорда Гиннеса, то он еще не установлен, но будет установлен с минуты на минуту. Я знаю, что примерно с 10 утра здесь собралась огромная толпа. Организаторы говорили о 3000 человек-добровольцах, которые регистрировались в интернете, захотели принять участие в этой самой нарезке салата. Правда, вы знаете, кого не спрошу, рецепт греческого салата. Не знаю, здравствуйте. Вы знаете, рецепт греческого салата? Готовились сегодня. И познакомились, да? Ну, расскажите нам, какое он? Ну, значит, огурцы, помидоры, оливки, специи растительное масло, сыр федовый, лук, рецепт греческого салата. Все, что еще что-то хочется, правда? Мне тоже хочется. Какой же он будет? Регин, ты спрашивала, попробовала ли я хотя бы приготовить? Нет, я не пробовала, мне не досталось ни ингредиентов, ни инструментов, я говорю о ножах и прочем. Ну, может быть, оно и к лучшему. Вот, я знаю, эти люди тоже готовили. Греческий салат, здрасте. Ну, вы уже попробовали свой салат? А зачем? Мы еще не попробовали, еще не накладывают. Еще рекорда нет. Мы только резали. Вот команда, и вот она, вот они, мы все. Да, вот действительно команда замечательных поваров. Скажите, вы профессиональные повара, или вот как, почему вы здесь? Я любители Греции. Любители Греции вы, да? Да, давайте, вы салаты только. Так, ну и каков рецепт греческого салата? Многие не знают, кстати. Как не знаю? Крыса, огурцы, помидоры, мучок. А жидкие кайты стали в кремах. А почему вы все-таки решили принимать участие в этой акции? Как сюда попали еще? Ну, потому что нас компания Музенитис требовала. Пригласила еще месяц назад. Мы месяц назад зарегистрировались. И теперь все не устали этого замечательного события. Ну, как считаете, рекорд-то будет устанавливаться? Обязательно. Мы не уйдем, пока не установим рекорд. Вот у нас главный начальник. И не уйдем, пока не попробуем, правда ведь? Чего не попробуем? Греческий салат. Да мы не просто попробуем. Мы его с удовольствием отпушим и в волю. Да? Ну, будем надеяться, что рекорд все-таки будет установлен. Еще раз повторюсь, что 3000 человек, как сказали организаторы, принимали участие в этой массовой нарезке. Если хотите, я покажу. Вот за мной, там за мной, это огромная порция. Вон она, если вы видите, написано 20 тонн. И книга рекордов Гиннеса, представители ее тоже здесь присутствуют. Ну, будем ждать установки рекорда. Обязательно с вами свяжемся, когда он будет зафиксирован. Регин, тебе слова. Так, Жанна, значит, тебе наказ. Все-таки попробовать этот салат, надо же понять, что за вкус у салата рекордсмена, во-первых. А во-вторых, ну, может, еще и в редакцию немножко привезешь. Время обеда все-таки пол первого на часах. Мы бы тоже с удовольствием попробовали. Тебе огромное спасибо. Это была Жанна Карпенко. Она следит за тем, как устанавливают рекорд на Красной площади. Там нарезали самый большой в мире греческий салат.